Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Продолжаем трансляцию уроков Торы из Дубаев, Объединенные Арабские Эмираты. Это очень интересно, как сейчас жизнь, да, что можно проводить уроки Торы на весь мир из Объединенных Арабских Эмиратов. Да, все вообще меняется на глазах, прямо даже не представляю, что мы дальше увидим в ближайшее десятилетие. Надеюсь, увидим Машеха, Третий Храм и прочие чудеса, которые мы уже давно-давно ожидаем. Итак, сегодня мы находимся в среде, и 27-го кислева у нас сегодня, Ханука, да, всем хэппи Ханука. Хэппи Ханука, это такой специальный праздник, 7-8 дней света. Света и такого, да, духовного света. Написано, кинер митцва ватура ор, как заповедь свеча. Свеча, каждая заповедь, как свеча, она зажигает вот этот духовный свет. Свет ватура ор. Тора это как свет, который светит. Ведера хаим, путь к жизни. Тохаход мусар. Тохаход мусар, это увещевание, значит, мусар, это моральная дисциплина. Тохаход мусар, это моральная дисциплина, как стать человеком, который управляет собой, своим животным, своей животной сущностью, с точки зрения морали, да. Это мусар. И вот, значит, мы как раз изучаем Тору. Тора свет. Вот сейчас духовный свет, сейчас на нас светит прям прожекторами. Значит, здесь интересно, что третий день Хануки упоминает Любовича Теребе такую идею, что Альтера Ребе его опять посадили. Его несколько раз арестовывали, садили в тюрьму. Да, Миша, привет, за то, что он распространял божественный свет так, как он видел. То есть, тем путем, которым он в тот момент видел, и который путь не был на тот момент принят какими-то другими проводниками Торы, проводниками света. И они все время его старались посадить в тюрьму. И, значит, его тоже арестовали второй раз. Но, опять же, на третий день Хануки его выпустили. Это тоже было очень интересно, что, представляете, сидит он в тюрьме, и тут, значит, третья свеча. Он думает, как же я свечку зажгу? Но думает, а как? Вот так, как Хашмонаим, которые против греков воевали, они победили, так же Всевышний меня отсюда вытащит. Заходят в камеру, говорят, Альтера Ребе, значит, пожалуйста. И он дома зажигает третью свечу. Теперь, сегодня мы читаем как раз отрывок очень интересный, что было дальше. Значит, как мы знаем, что Йосеф стал премьер-министром. Доброе утро, Раиса Васильевна. Йосеф стал премьер-министром. И, значит, когда он стал премьер-министром, 7 лет сытости, все довольны, все зарабатывают, все растет. Значит, криптовалюты растут, доллары растут, цены на недвижимость растут. Все зарабатывают, все довольны, Египет счастлив. Все, ежедневный праздник. Теперь, и сегодня мы начинаем. Ватихлейна, Шевашне, Осава. Закончились 7 дней сытости. Этот мир идет вот такими вот циклами. И годы сытости обычно заканчиваются. И закончили 7 лет сытости в Мистра, в Египте. И наступили Ватихлейна, Шевашнера. Наступили 7 лет голода. О которых говорил Юсеф. Иосеф как раз он предупреждал. И все ждали, сбудется его предсказание или нет. И оно сбылось. Все, как сказал Юсеф. И начался голод. На всех окрестных землях. И везде не было хлеба. А в Египте был хлеб. И голода отстала вся земля Египта. И написано. Возопил народ к фараону. О хлебе. И сказал фараон всему Египту. Идите к Юсефу. Все, что он скажет, вам делайте. Значит, здесь нам устная тора добавляет некоторые вещи, которые мы не знали. В письменной торе это не видно. Значит, устная тора нам добавляет в метраж Берешит Рабаш, что, значит, все же тоже собирали хлеб. Все собирали хлеб, откладывали и так далее. Но когда наступил первый же год голода, у всех сгнил хлеб. Все запасы сгнили. Только у Юсефа не сгнили запасы хлеба. Во всех хранилищах, в которые он закладывал хлеб, во всех элеваторах хлеб был. И когда пришли они, да, всем шалом еще раз, когда они пришли, когда они пришли к Юсефу и сказали, дай нам хлеб, он сказал первым делом, говорит, вы знаете, говорит, уважаемые египтяне, мы говорим разврату нет. Значит, надо сделать всем обрезание, всем надо обрезаться. Они говорят, как обрезаться. Побежали к фараону, а фараон говорит, смотрите, посмотрите, что творится. Первое, он сказал, что будет 7 лет сытости было, будет потом 7 лет голода, началось. И у вас сгнил хлеб, а у него не сгнил. Делайте то, что он скажет, говорит фараон, иначе, ну, смысла нет. И, значит, они сделали обрезание. И вот здесь любая честная рэба, как раз до этого он говорил на это место очень сильно, он говорит, что тот, кто служит Всевышнему, и он сам решает свои вопросы, потому что служение Всевышнему, это войти в резонанс с создателем, с хозяином мира. Ему стало хорошо. Он не может оставить мир вокруг себя на произвол судьбы. Он должен, то есть это является непременной частью служения Всевышнему и любви Всевышнему, это распространять вот этот божественный свет. Значит, какой смысл был в обрезании? Не знаю, но на сегодняшний день в мире обрезанных все мусульмане, это где-то около 2 миллиардов, и евреи 15 миллионов, они делают обрезание обязательно. Потом те в рамы делают обрезание. Какой в этом смысл, и почему вот этот знак союза с Богом, он должен быть на теле, и как это работает, и почему именно мусульмане, у них есть по несколько жен, у евреев по одной жене сейчас последние тысячи лет. Как это работает, не знаю. Ну, с натурой нам говорит, что Йосеф сказал всем египтянам сделать обрезание, не знаю, зачем он сказал, но, в общем, они сделали. И, значит, голод был по всей земле, везде был голод. Йосеф открыл хранилище и начал он продавать, продавать он египтянам начал этот хлеб. Теперь продавал он им, продавал, 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 и люди из окрестных земель стали приходить в Египет, чтобы тоже покупать хлеб. То есть он единственный умел сохранять вот этот вот хлеб. И хранилища были заполнены за семь лет, невероятно, все эти элеваторы, все хранилища были заполнены. И начали приходить люди со всей земли покупать хлеб. За золото, за драгоценности, которые у них были, как-то они приходили. И сказал Яков, увидел Яков, что есть в Египте хлеб, и сказал своим сыновьям, говорит, зачем вы себя показываете? В письменной Торе написано такое странное слово, он им сказал, зачем вы себя показываете. Значит, объясняет нам устная Тора, что они показывали окружающим, что у них есть еда. У них же Йосеф, он знал Тору, и поэтому он знал, как сохранять хлеб. И братья знали Тору, и они тоже знали, как сохранять. И у них была еда. Но Яков, который был как раз вот это вот олицетворение Торы, да, истинный взгляд, золотая середина, он говорит сыновьям, вы, говорит, не выделуйтесь, да, пожалуйста. То есть, если у вас есть, а у других нет, то вы не можете показывать, что у вас есть. То есть, вы должны быть, как все вокруг, и, значит, идите в Египет, покупайте. Такой нам дает перевод устная Тора. То есть, не показывайте, что у вас есть. И продолжал он. И слышал я, что есть в Египте хлеб. И, пожалуйста, спуститесь туда и привезите нам оттуда хлеба, прежде чем мы умрем. Чтобы нам жить и не умереть. Значит, и спустились братья Юсефа в десятером покупать хлеб в Египет. Вот здесь интересно, устная Тора нам говорит, обратите внимание. Обратите внимание, что не написано и спустились сыновья Якова в Египет. А написано, что спустились братья Юсефа покупать хлеб в Египет. В этом нам Тора дает указание на их внутреннее намерение. Когда начался весь этот голод и когда начались вот эти потрясения, в эти моменты человек всегда думает. И у них тоже за эти годы, пока не было Юсефа, прошло 12 лет тюрьмы. Значит, в 17 они его продали. Где-то прошло уже к тому моменту 13 лет, плюс 7 лет сытости, 20 лет, плюс начался голод. Где-то уже больше 20 лет прошло. И они все, Хазруб и Чува, они все раскаялись в своем поступке. Они уже через время не поняли ошибочно своего поступка. И они шли в Египет для того, чтобы найти Юсефа. То есть их главное намерение было, поэтому Тора нам говорит, и спустились братья Юсефа. Они в сердце, у них проснулось вот это отношение братское. И они пошли для того, чтобы его спасти, найти его. Они приняли решение, намерение, их намерение было, когда они шли в Египет, найти Юсефа. Теперь Абиньомина, брата Юсефа, он Яков не послал с ними, с братьями, потому что сказал, может быть, случится с ним несчастье. Значит, здесь тоже нам устная Тора говорит, очень интересный момент, да, всем привет. говорит нам интересный момент, что есть такие ситуации в жизни, да, когда, когда у, называется это ангел смерти, Сатан его называют, да, у него появляется сила нападать на человека. И дорога, это один из таких моментов. Говорится у нас, мы в Перте вот когда-то учили, Анор Балайла, тот, кто не спит ночью, да, тот, кто не спит ночью. В Эамелех Бадерах Йохиди, тот, кто идет в путь один. В Эамефанели Боли Ваталай, тот, кто свое сердце заполняет пустотой всякими, ну, пустыми вещами. А Рейзе Митхаев Бенавшо, он себя ставит под удар, то есть он ставит свою жизнь в опасность. И когда человек идет в путь, даже если он не один идет в путь, но путь это опасное, опасное такое место опасности, путь. И он говорит, я Беньомина не отпущу, его мама умерла в пути, Рахель умерла в пути. Значит, в пути было много несчастья и со мной, в то время было путешествовать очень опасно, очень было опасно путешествовать, помните, были все эти соловьи разбойники, они сидели на каждом дереве, то есть путь это было страшное вообще место. И сказал, значит, Яков, я в путь Беньомина не отпущу, как бы его не постигла беда. Воевобны Исраэль и пошли, здесь написано, сыновья Израиля, сыновья Якова, то есть они пошли купить хлеб среди тех, кто приходили, среди всех пришедших, ибо был голод в земле Кнаана. Опять же, здесь мы, устная тора нам добавляет, да, зачем написано, что они были среди других пришедших. Яков им сказал, Яков им сказал, значит, вы не идите десятером вместе, идите отдельно, как будто бы вы не родственники, идите отдельно в десятером и зайдите в город через разные входы. Почему он так им сказал? Прямо вот комментарий Раши. Значит, он им сказал, потому что отец велел им не показываться вместе в одних воротах, но войти по одному через разные ворота, не привлекая к себе дурного глаза, так как все они отличались красотой и силой. То есть, тора очень большое внимание уделяет вот такому аспекту, как Айнера, злой глаз. Значит, злой глаз есть у людей по разным причинам. Кто-то завидует, кто-то просто злой, кто-то хочет зла. Да, но вот этот вот злой глаз, он влияет на человека, потому что каждый соединен с Всевышним, да, в каждом есть вот эта вот часть творческая, часть Всевышнего. И когда один человек про другого что-то думает, то это влияет. Когда один человек на другого направляет свое намерение, оно влияет. И Яков, который это все, естественно, знал, он ему говорит, будьте скромнее, заходите отдельно, чтобы вам не завидовали, что вы вместе. Хорошо, значит, зашли они через разные ворота. В Йосеф уа шалит аля арец у. Значит, а он был правитель, он властвовал над этой землей. И он же продавал. Значит, он, что сделал Йосеф? Йосеф, так как он был такой руководитель очень high level, такого высокого уровня. И на то время он был как Илон Маск, как Стив Джобс, в общем, как все они вместе взятые. Известно, что Илон Маск, например, он занимается то, что микроменеджмент. Вот он приходит на завод Тесла, и он идет, подходит к рабочим. Вы что тут делаете? Ручечку приделаете. А ну как вы ручечку приделаете? Он, значит, с этой ручечкой. Все новые там какие-то нововведения, изобретения, микроменеджмент. И Йосеф, он был такой микроменеджер. То есть, он сидел, работал он день и ночь. И он, значит, все, кто приходили покупать, он проверял все списки. И он, значит, то есть, он очень взял под контроль вот эту продажу хлеба. И пришли они, братья, перед Йосефом и поклонились ему до земли. И увидел Йосеф, Вайра Йосеф Этехав, и увидел Йосеф своих братьев. И он их узнал. И он с ними говорил очень кашот, очень жестко он с ними разговаривал, и сказал им, откуда вы пришли? И сказали они, Мерец, Кнаан, Лешбор, Охель. Они сказали, мы пришли из земли Кнаан купить еду. Значит, устная Тора нам добавляет, почему, почему братья его не узнали, а он узнал братьев. Они не изменились. То есть, они как одевались, так и одевались. У них, я думаю, что они ходили, вот как сейчас здесь ходят бедуины, в таких вот белых, таких вот белых одеждах, значит, все, и у них были бороды. А Йосеф, когда они его продали, ему было тогда 16-17 лет, у него не было еще бороды, он был без бороды. А в этот момент, когда они пришли к нему, он был одет, как египетские одевались фараоны, все вот эти вельможи. Какая-то огромная шапка, какая-то такая борода вот такая, да, они красились там по-особенному, такие они были покрашенные. И они видят перед собой египетского премьер-министра, который полностью выглядит, как египтяне, с бородой. И, естественно, они его не узнали. А он их узнал. Он с ними тяжело разговаривал, и, значит, они его не узнали. И вспомнил Йосеф свои сны, которые он когда-то, которые ему снились, которые ему снились. Но здесь, вот видите, на иврите халом, сон, и халом, мечта, как и на английском, по-моему, dreams, это и мечты, и сны. Значит, вот тут написано, что ему, он вспомнил те сны, которые он халам, которые ему снились. То есть, можно сказать, что сны. Помните, мы говорили на эту тему, что сон или это пророчество, или это отражение того, о чем человек думает в течение дня. То есть, это есть два мнения в Торе, что такое сон. И в сне есть и то, и другое. Но смотрите, что интересно. Вот сегодня, например, есть такая там квантовая психология и так далее. Они утверждают, что то, что человек хочет, и то, о чем он мечтает, то он это создает как бы в духовном мире, и потом оно к нему приходит. И получается, что если действительно мы смотрим на то, что человек о чем-то мечтает, он видит то, что он хочет получить, он это создает, то тогда, если большая сила в том, о чем он мечтает, то можно сказать, что он как будто бы видит будущее. Потому что если он его создает, и оно будет, значит, он и видит будущее. То есть, здесь нет противоречия. Сон – это частично то, о чем человек мечтает, частично то, что он видит из будущего. Но может быть, он видит из будущего то, о чем мечтали другие, то есть кто-то другой, любое будущее, это исполнение чьих-то мечтаний, то есть абсолютно любое будущее, которое есть у человека, или у мира в целом, то есть мир двигается туда, куда его двигают те люди, которые умеют мечтать, поэтому это очень важная такая идея, и тут вспомнил Юсеф свои сны, которые у него снились, я сегодня, кстати, утром, когда молился, я прямо конкретно вспомнил, вот была одна вещь, о которой молился несколько лет, вот прям молился несколько лет, и она произошла, я такой думаю, вот действительно, как это так интересно происходит, что вот молишься, это как бы ты выражаешь свое желание, да, и направляешь его к Всевышнему, я несколько лет молился об одной и той же вещи, три раза в день я в каждой молитве вставлял одну из просьб, и все получилось, понимаете, то есть Юсеф вспомнил свои сны, откуда я сейчас продолжил, который он халам, который он снил себе, который он мечтал, как бы, да, и сказал он братьям, а, говорит, они перед ним поклонились, это то, что ему снилось когда-то, как ему поклонились снопы, но был у него второй сон, где ему должны были поклониться звезды и луна, то есть 11 звезд, это не было с ними Беньомина, значит, не хватало Беньомина до второго сна, и не хватало папа и мамы, да, значит, он им говорит, если первый сон сбылся, подумал он, значит, и второй сбудется, и он продолжает вот эту свою линию поведения, и он им говорит, развечите вы, пришли вы высматривать наготу земли, то есть там, где земля открытая, да, да, что напомнили, Лазарь, почему именно благословляют, чтобы сделал тебя Бог, как Минаше, как и Фраям и Минаше, сейчас, сейчас вот закончу, и прям про Браху эту скажу, да, то, что я вчера обещал, в общем, он им говорит, вы, значит, вы пришли, вы развечите, поэтому вы зашли через разные ворота, устная тора нам говорит, они ему отвечают, нет, мы пришли искать своего брата, которого мы когда-то потеряли, и мы пришли через 10 ворот, чтобы его найти, он им говорит, ну, хорошо, если вы найдете, а за него потребуют выкуп, они говорят, мы дадим любые деньги, чтобы его выкупить, он им говорит, это берешит рабами драж, он им говорит, а если его не отдадут, если он где-то, его там держат, да, не захотят его продавать, они говорят, мы тогда его силой заберем, он им говорит, это то, что я вам сказал, вы разведчики, вы пришли, вы пришли убивать египтян, они ему говорят, нет, ты не понял, мы пришли покупать хлеб, мы все сыновья одного человека, и никогда не были мы разведчиками, он им говорит, вы не были разведчиками, взял кубок, посмотрел, говорит, двое из вас убили всех жителей Шхема, я это увидел через звезды, они вообще падают на землю, думают, куда мы попали вообще, как это, а он же знал, что они вырезали всех жителей Шхема, Шимон и Леви, он говорит, вы говорите, вы не мироглим, что вы не пришли сюда нападать, я, говорит, вижу на кубке своем, что вы убили всех жителей Шхема, они говорят, нет, вы что, мы, значит, все сыновья одного человека, нас было 12 сыновей, Шнеема Сар, Аватеха, Ахим, мы братья, значит, сыновья одного человека, из земли Кнаан, и вот, младший наш остался с папой, а одного нету с нами, и мы его ищем, это так они ему объяснили, и, значит, и сказал им Юсеф, все равно вы саглядатой, вы мироглим, вы разведчите, он им говорит, и как я вас буду сейчас проверять, и клянусь жизнью поро, он клялся жизнью поро, потому что он, ну, говорил в этот момент неправду, клянусь жизнью поро, что вы отсюда не выйдете, если вы не приведете младшего брата вашего, значит, посылайте из вас одного, пусть он возьмет вашего брата, а вы будете в заключении, и так я испытаю ваши слова, сказал он, или вы правду говорите, или вы разведчите, воецов, отам, эль, мишмар, шло ши-темим, и он их взял в мишмар под стражу на три дня, я помню тоже, когда Равыцкак Зильбер зацалил на этот кусочек рассказывал, он говорил, вот откуда идет предварительное заключение три дня, то есть есть, я не помню, где, по-моему, в Советском Союзе было, срок предварительного заключения три дня, он говорит, вот отсюда история, он взял их на стражу на три дня, предварительное заключение без постановления суда, и сказал им Юсеф в третий день, знаете что, сделайте это, и будете жить, Бога я боюсь, все, на этом прекращается сегодняшний отрывок, завтра мы узнаем, что он имел в виду в этот момент, а я сегодня обещал рассказать, почему благословляют своих сыновей, чтобы они были как Ифраем и как Минаше, а не как Авраам, Ицхак и Яаков, значит, если мы посмотрим на всех, всех праотцов еврейского народа, Авраам, Ицхак и Яаков, то у них у всех была очень тяжелая жизнь, полное испытаний, их все хотели убить неоднократно, у них у всех были конфликты с семьей, да, то есть, у Ицхака его хотел убить, убить его родной брат Ишмаэль по папе, Яакова хотел убить его родной брат по папе и по маме Эйсав, и, значит, они все время скитались, их отовсюду выгоняли, прогоняли и так далее, это первое, как бы, что было, праотцы стали великими благодаря тому, что они прошли много испытаний, значит, Ифраем, и Минаше, сыновья Юсефа, в итоге они поднялись на ступеньку равноценную с братьями отца, то есть, они стали родоначальниками колен, их поднял Яаков перед смертью на уровень своих сыновей, он их сказал, что вы как мои сыновья, то есть, они не только, у них не было то, что называется Иридата Дарот, они были единственные, кто поднялись на уровень своих праотцов, на уровень своих отцов, значит, это первая причина, что они поднялись без испытаний, при этом у них не было никаких испытаний, это первая причина, То есть, есть такой путь, когда величие приходит не через испытание, а через воспитание. Значит, это раз. Вторая причина. Они воспитывались вдвоем полностью в чужой стране, в Египте. Они воспитывались отцом, который был премьер-министр Египта. И когда Яков и остальные братья пришли, они увидели двух абсолютно религиозных, правильных евреев, которых отец Йосеф сумел воспитать в чужой стране, в чуждой культуре. Не золотой молодежью, которые там гоняли на колесницах, там на лошадях и спали с этими египтянками. Они были абсолютно религиозные, святые два парня. Значит, вторая причина, что они были абсолютно не подвластны внешнему окружению. Третья причина. Третья причина, что это единственная была ситуация, когда их же тоже благословил отец Яковых, когда благословлял, он их поменял местами. Он младшего благословил вместо старшего. Он скрестил руки. И хотя Минаша был старше, а Ефраим младше, он благословил Ефраима правой рукой, Минаше левой. И он сделал Ефраима, как будто бы он старше, дал ему первенство. И получается, отцы говорят тоже детям, чтобы тебя Бог благословил как Ефраима и как Минаша. Опять Ефраима ставят на первое место. И они после этого не ссорились. Минаша сказал, ну отлично, значит прекрасно. Ефраима дедушка благословил в первую очередь. И пусть будет у Ефраима все хорошо. И они не ссорились. То есть это было у праотцов. Они ссорились в семье. У них было много испытаний. Они жили тяжелой жизнью. И через эти тяжести они поднимались к Всевышнему. Ефраим и Минаше, они тоже служили Всевышнему. Поэтому они жили, но при этом они жили без испытаний. И значит они не ссорились. То есть у них было главное, главное в их жизни был шалом. И даже в момент, когда их поменяли местами, они не поссорились, не начали друг другу завидовать. Несмотря на то, что начиная от Каина и Эвеля, у братьев всегда были ссоры. Такие ссоры, что Каин убил Эвеля. Каин был старше, убил Эвеля. А Бог, видите, тут очень интересно, что во всех поколениях младшие братья получали благословения больше, чем старшие. Вот такая вот есть интересная закономерность, да. Хорошо, друзья. Вот, поэтому мы благословляем своих сыновей, чтобы вы были как Ефраим и как Минаше. Чтобы жизнь была без испытаний, но при этом вы поднимались на уровень большой, на котором были ваши отцы, которые проходили большие испытания. Мы действительно сейчас живем в поколении, которое относительно даже наших родителей, мы просто дети вообще нежные, принцессы на горошине. То, что проходили наши родители, которые у меня родители, например, они прошли эвакуацию, войну. У мамы убили папу, когда ей было три года, он погиб во время войны. У отца, он не видел своего отца с 41-го года, это ему было 8 лет, и увидел только первый раз после войны, и все это время они с мамой были в эвакуации в Сибири, и питались там в лучшие дни шкарлупой от картошки, и он вообще еды не видел, да, все детство. И мама моей жены тоже прошла страшные вообще вещи, которые, ну вообще то поколение прошли войну, после войны, голод и так далее. Мы живем, слава Богу, тысячу раз за то, что Всевышний нам дает мало испытаний, но за счет того, что мало испытаний, мы не можем стать такими сильными, как были наши родители и предыдущие поколения. Но Эфраем и Минаше, они, будучи всю жизнь, они уже родились сыновьями премьер-министра Эдипта, и всю жизнь они жили с сыновьями премьер-министра Эдипта, были, тем не менее, они стали все равно праведниками. И это испытание богатством и властью намного более тяжелое испытание, чем испытание бедностью и какими-то испытаниями, ну такими, знаете, физическими, потому что там все понятно, ты или упал, или поднялся. А когда у тебя испытание богатством, комфортом, и ты живешь, и у тебя все нормально, и ты думаешь, ну а зачем мне Всевышний вообще в этой ситуации, у меня и так все нормально, я буду развлекаться. Вот это самое большое испытание. Это самое большое испытание. Все, удачи всем и успехов, и чтобы было у всех все хорошо, чтобы Бог вас благословил, как Эфраема и как Минаше. Чтобы был у вас всех шалом, и чтобы свет Ханути привез, принес много божественного света в вашей жизни. Все, всем пока, до завтра.